Привет, цветоводы! Мне пришла посылочка с декоративно-лиственными драгоценными орхидеями. В этом видео делюсь своим опытом их выращивания. Покажу, где и как они растут, кто в парнике, кто на открытом воздухе, какой состав почвы я им замешала. В общем, хотите увидеть, где я храню свои драгоценности, смотрите это видео до конца. Посылка была сумасшедших 15 дней в пути. Да-да, почта имеет право доставлять посылку в течение 14 дней, хотя обычно это происходит за 1-2 дня. Но в этот раз, когда я наконец-то отважилась заказать редкие растения, почта решила держать посылку 15 дней. Все листья орхидеи покрыты грибком. Я уже с ними попрощалась еще неделю назад, но некоторые из них выжили. Орхидеи пришли в горшочках по 5 сантиметров в диаметре, в чистом хецфагнуме. Растения были до отправки здоровыми, укорененными молодыми черенками. Упакованы они правильно в бумагу, а не пластик. Это значительно облегчило им дыхание в замкнутой коробке. Но 15 дней без света и свежего воздуха привело к грибковому поражению листьев. Это стало заметно через несколько дней. Я обрезала пораженные части листьев до здоровой, обеспечила прониковые условия и вентиляцию. Это помогло спасти основную часть растений. Существует множество мнений относительно субстрата для выращивания драгоценных орхидей. Пару месяцев мои орхидейки оставались в чистом пхе, в котором они приехали. Я не заметила улучшения в их состоянии и ни единого нового листочка, что дало мне повод сомневаться в этом способе выращивания в чистом мхе. Я не сторонник выращивания растений какими-либо модными способами, типа гидропоники, выращивания на искусственных средах без почвы. Я не только не умею так выращивать, это еще и не мой стиль. Я люблю смешать землю самостоятельно, исходя из состава почвы в родных местах обитания растения. Драгоценные орхидеи растут под пологом влажного леса, среди опавших листьев и мха. В щелях мне зажду камней, в которые забился гумус, но никак не в чистом мхе. Поэтому я решила, что во-первых, мне нужен красивый парничок для поддержания влажности воздуха. И во-вторых, питательная почва для пересадки и роста моих орхидей. Смотрите далее состав почвы и пересадку орхидей из горшочков в парничок. Я смешиваю сухой мох с фагнум. Приобрела его в магазине орхидей. Он, к сожалению, не живой и не оживет, но бактерицидные свойства еще имеет. Добавляю перепревший еловый опот, щепотку роговой или костной муки, древесные угольки и муку корицы для профилактики гнилостных процессов. Сюда же подмешиваю компост на земли и верховой торф. Крупный песок с примесью гумуса. Покупала его как субстрат для газонной травы и профессиональный субстрат для кактусов. В результате получаю питательную, воздушную, рыхлую почву из сухих компонентов. Поэтому проливаю ее и смешиваю. Этот парничок я покупала по неясному фото в онлайн-магазине. Описан он был как парник с удобным доступом к растениям. Я подозревала, что имеется ввиду какая-то открывающаяся дверца. Но оказалось, что снимается полностью вверх. Это совсем неудобно и не подходит для выращивания драгоценных орхидеи. Но мне придется приспосабливаться. Дно я застелила польгой из-за того, что она может принимать нужную мне форму. В этот парник я высажу три орхидеи. На дно я укладываю кусочки сосновой коры и мелкие камушки для дренажа. И покрываю все это слоем увлажненной почвы. Вынимаю орхидеи из горшочков в надежде увидеть их корешки. Но корешков мало. Это буквально две пушистые ниточки. Я пытаюсь отделить мох от корней, насколько это возможно. И высаживаю в питательную почву. Размещаю растения поближе к центру. Надеюсь на новый прирост, который заполнит свободную площадь. У третьей орхидеи вообще нет корней. Это оставшаяся, спасенная от грибковой инфекции верхушка. Которую я пыталась укоренить в чистом мхе. Два месяца. Посмотрю, как получится у меня укоренить ее в почве. Мне прислали вот такую малышку. Пепперомию прострата. Которая в посылке очень пострадала. Рассыпалась на бусинки. И не хотела приживаться. Как последний шанс, я подсадила эти оставшиеся три ниточки пепперомии к орхидеям в домик. Под листочки орхидеи, касающиеся земли, я подложила угольки, чтобы листочки не вымокли. И закрыла парник. А сейчас результат. Через пару недель, 20 апреля, в середине весны. Мой парничок окружен драгоценными орхидеями, лудизиями трех сортов, которые могут жить без парника, как обычные домашние растения. Лудизия дисколор справа отцвела зимой. А та, что слева, цветет уже две недели. Лудизия дисколор вариант Альба, то есть с белыми серебристыми прожилками, пришла ко мне также в 5-сантиметровом горшочке в чистом хе. Я ее пересадила в девятку, в почву, которую я показала в этом видео. То же самое с этой лудизией дисколор Негриканс. В кубе они легко перенесли пересадку и прибавили по 3 новых листа. Я многое не успела сказать в этом видео, но главная мысль в следующем. Драгоценные орхидеи выжили 15 дней в посылке, 3 месяца приживались. Верхушка Макодес Голд переукоренилась и развернула новый лист. Все орхидейки в парничке прижились и дали новый листочек. И как бонус у меня выросла отличная пепперомия. Покрыла почву милыми листочками, черепашками и даже зацвела. Я так долго не открывала этот домик, что соскучилась по растюшкам и рада за ними поухаживать. Вы спросите, как же я их поливаю? По состоянию мха на поверхности почвы понятно. Если он съеживается, подсыхает, нужно подлить воды. Я оставила для этого небольшое отверстие между дном и стенкой парничка. Вставляю туда узкий носик лейки и заливаю воду. Только для того, чтобы убрать побеги пепперомии с Макодеса Голд, я впервые открыла парник. Конечно, это не последние драгоценные орхидеи в моей коллекции. Ведь таких парничков у меня два. Второй побольше. С остальными сортами я познакомлю вас в следующем видео. Подпишитесь на мой цветочный канал, чтобы не пропустить его. В центре аспидогина серебристая, немного желтеть листья сразу после получения. Но я не переживаю. По-моему, она собирается цвести. Как только я распознаю цветонос, я удалю его. Это подействует как прищипка и аспидогина обрастет боковыми здоровыми побегами. Теперь вы знаете, где я храню свои драгоценности. Пишите, что думаете о моем способе выращивания драгоценных орхидей. Ухаживайте за растениями с удовольствием. С вами была Ирина, коллекционер цветов. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok